На прошлой неделе наш район посетил начальник управления Министерства внутренних дел по Ярославской области, генерал-майор полиции Николай Трифонов. На встрече с главным полицейским региона побывал наш оператор. Мне важно знать точку зрения коренных некрасовцев, чтобы объективно можно в какой-то стекле оценить деятельность органов внутренних дел. Встреча с некрасовцами проходила в актовом зале санатория «Малые соли». И, судя по количеству людей, в диалоге с генералом хотели бы поучаствовать многие. Для более предметного разговора начальник силового ведомства привез с собой руководителей ведущих подразделений областного управления. Приехал на встречу и личный состав районного отдела полиции во главе с заместителем начальника Михаилом Монаховым. Познакомив слушателей с криминогенной обстановкой на территории области и района, которая в целом характеризуется снижением количества тяжких и особо тяжких преступлений и повышением раскрываемости, генерал отметил осложнение ситуации на дорогах. 239 человек погибло в результате дорожно-транспортных происшествий. Представляете, какая-то трагическая цифра. Здесь немножко наблюдается рост, в том числе 9 детей. Ранено более 2200 человек. Это тоже, в общем-то, довольно-таки тревожная цифра для нас, для всех. Одна из основных причин совершения дорожно-транспортных происшествий, как мы провозим аналитику, это в крайне неудовлетворительном состоянии дороги. Вот дороги, дороги, дороги. Будут разделительные полосы, будут другие технические мероприятия проверены. Конечно, как показывает практика, существенно сразу сокращаются дорожно-транспортные происшествия. О проблемах, связанных с автотранспортом, в частности с движением школьных автобусов, техосмотром и стихийными парковками во дворах, говорили и сами некрасовцы. Именно ответом на вопросы граждан была посвящена большая часть встречи. Спрашивали у генерала о разном. От работы народных дружин и привлечения нарушителей к административной ответственности до мер социальной поддержки для сотрудников органов и ремонта зданий райотдела. Люди обращались к высокому начальству запросто, делились на болевшим, вносили предложения. Не взяли сотрудников Некрасовской ГАИ отправлять работать в Гавриловьянске, в Даниловской, в Некрасовскую, а тутайской в Данилов. И тогда вот у нас будет порядок. Так в ГАИ мы порядок не наведем. Хотя ГАИшникам низкий поклон. У нас делают мост. Пробка два дня была, по три часа стояли люди. Моментально навели порядок. Мы сейчас приезжаем, будто ничего не ремонтируют. Ну, прекрасно. 20 лет назад, когда я приехала сюда, я решила зайти в милицию по паспорту, что-то надо было. Первое, что я услышала, куда прешься, не видишь, что ли? Сейчас культура не стала милиция. Работает настолько великолепно. Участковый замечательный у нас. У нас самое большое преступление в этом районе. Матом ругаются. Стекла не бьют. Вы понимаете, низкий поклон. В целом, участники встречи отметили важность и полезность такого рода прямого общения. Тут и авторитет полиции повышается, и проблемы людей становятся более рельефными, что, как правило, ускоряет их решение. Отдельная купюра. Спасибо. Спасибо.